Спонсор выпуска – компания okfit.ro Она жила в другом городе, на пятом этаже. И однажды в дом ворвались воры. И она была дома одна. Её выбросили с пятого этажа. Мы делаем обычные разгибания ног, сидя. Спокойная атмосфера тренажёрного зала. И хрупкая девочка сидит и плачет от боли. У меня есть один из подписчиков в городе Иваново – Александр. Так получилось, что он лишился обеих ног. И на несколько лет он ушёл в алкогольную зависимость. Всем привет! Вы на канале Мышцы РФ. С вами Сергей Югай. Сегодня мы говорим о реабилитологии. О людях с серьёзными заболеваниями спины. И о том, как эти проблемы можно решить с помощью тренажёрного зала. Тема очень неоднозначная, очень сложная, индивидуальная. Наращивать мышцы и сжигать жир – это одно. А исцелять серьёзные заболевания опорно-двигательного аппарата – это всё-таки другое. Мы пытаемся в общем и целом усреднить, хотя заболеваний спины на самом деле очень много. И в каждом отдельном случае требуется своя программа действий. Я уже говорил, что являюсь сторонником науки, которая называется кинезитерапия – лечение движением. Я уверен в том, что движение – это жизнь, а отсутствие движения – это смерть. Сегодня не будет очень много теорий. Я думаю, что опытные врачи, реабилитологи значительно лучше меня объяснят всю теорию, что мы делаем, почему мы делаем, почему именно так мы делаем, какие процессы происходят в организме во время этих движений. Я просто сегодня покажу одну систему ЛФК, которая помогла уже многим моим гостям улучшить качество своей жизни. Занятия по ЛФК отличаются от общепринятых тренировок в фитнесе и бодибилдинге, но могут использоваться с похожими инструментами. В этом и универсальность тренажерного зала. Ещё раз говорю, что заболеваний спины очень много. И в каждом отдельном случае нужно разбираться, выстраивая индивидуальную программу действий. И сегодня, наверное, мы будем больше говорить о пояснично-крестцовом отделе и о том отделе позвоночника с условным названием L5-S1, с которым очень часто сталкиваюсь, возникают проблемы. Мы стараемся добиться того, чтобы мелкие глубокие мышцы спины схватили позвоночник в так называемый корсет, чтобы не допустить дальнейшего выпадения фиброзного кольца. И чтобы уменьшить воздействие на нервные корешки. Это и улучшит состояние, и уменьшит болевой симптом. Первое упражнение нашего комплекса – это отжимание платформы гравитрона одной ногой вниз. Мы привыкли, что в гравитроне мы делаем либо отжимания, либо подтягивания, но в данном случае мы используем его вот таким хитрым образом. Очень важно удобно установить рабочую ногу так, чтобы вы отталкивали пяткой. Зафиксироваться полностью, чтобы у вас и туловище, и вторая нога были совершенно неподвижны. Медленно мы на вдохе приподнимаем ногу, стараясь добиваться растяжения ягодичных мышц. Чем выше мы поднимаем ногу, тем медленнее мы двигаемся. И когда мы добились уже хорошей натяжки ягодичной мышцы, мы с усилием, с выдохом, пяткой отжимаем ногу до полного выпрямления ноги в колени. Выполняется каждой ногой 3 подхода на 20 повторений. Если у вас болит спина и вы думаете, что у вас все плохо, я хочу привести 3 примера из своей личной практики тренера. Мужчина, 40 лет, несколько грыж, которые идут подряд вдоль именно пояснично-колесцового отдела. Естественно, рано или поздно это стало отдавать в ногу. Эти грыжи были еще и секвестированы. И стали сильные боли возникать. И плюс стала отниматься нога. И летом 2011 года он просто лежал. То есть настолько стало плохо у него с ходьбой, что просто он лежал все лето. И даже один из врачей ему сказал, что нужно или готовиться к серьезной операции, или может быть даже уже готовить коляску. То есть вероятность, что вы не будете ходить. Он отлежался немного. И ему сказали, что неподалеку есть фитнес-клуб, есть вот такой-то тренер, и было бы здорово тебе начать заниматься. Он встал на обезболивающих и дошел до фитнес-клуба. Долго, мучительно, медленно, шаг за шагом это была работа. Но через два года он вернулся к своей активной работе. А у него работа была на ногах, она связана со стройкой. Он вынужден все время ходить, лестница, работать руками. Он вернулся к этой работе. И летом 2014 года они с женой отправились в отпуск. И где он и катался на байке, и лазили в горы. И самое главное, что он исполнил свою мечту, он снова играл в волейбол. Вы представляете, то есть ему врачи сказали, что находить не будут, а у него через два года волейбол. Второе упражнение нашего комплекса – это наклоны вперед на одной ноге, отставляя вторую ногу назад в вертикальном смите. Используется тренажер смита. Очень желательно, чтобы он был именно вертикальный. Еще в данном варианте смита есть нижние ограничители, и поэтому я взял небольшое возвышение в виде степа, потому что опуститься нужно до момента, когда туловище и нога станут, ну, где-то примерно параллельно полу. Это упражнение я слышал под названием «Ласточка». Ну, можем это название, в общем, оставить. Я не против. Очень медленно опускаемся вниз, наклоняем туловище вперед, смотрим на себя, изогнутую спину держим. Одновременно с наклоном туловища идет назад вторая нога. Акцентируемся на пятку и снова добиваемся в нижней части растяжения мышц задней поверхности бедра. В нижней точке важно, чтобы туловище и вторая нога выстроились в одну параллельную линию, строго горизонтальную. После этого мы с усилием возвращаемся в исходное. И так и совершаем движение сначала одной ногой, а потом отдохнули другой ногой. Выполняется три подхода на 15 повторений. Блочные тренажеры достаточно широко используются в системе ЛФК. Из них можно извлечь много пользы. В нашей системе три упражнения будет с помощью блоков. В этом упражнении мы опускаем прямую ногу сверху вниз, лежа на полу. В исходном мы ложимся на пол. И с помощью партнера мы одеваем на ногу специальный ремешок с карабином. Ложимся на пол. И с помощью партнера мы пристегиваемся к верхнему блоку на кроссовере. Полностью прижали спину. И в исходном мы полностью прижали ноги. Мы лежим на полу. Совершенно неподвижно. Одна нога и спина у нас будут совершенно неподвижны, прижаты к полу. Медленно, на вдохе мы поднимаем ногу до вертикали с полом. Или до момента, когда вы почувствуете растяжение мышц задней поверхности бедра. После этого с выдохом четко мы опустили ногу в исходное на пол. Стараться, чтобы носочек был на себя. Стараться выполнять медленно и четко. На подъеме вдох, на опускании выдох. Выполняется каждой ногой три подхода на 20 повторений. Девушка 27 лет. У нее спондилартрит. Диагноз – это болезнь Бехтерева. И причем в такой достаточно серьезной стадии. Если кто не знает, я напомню, что это фактическое сращивание нескольких позвонков. То есть межпозвонковые диски настолько стираются, что несколько позвонков образуют некую единую структуру. Что, конечно, очень сильно отражается и на спинномозговых нервах, и на болевых симптомах, и вообще на подвижности. Но цель у них с мужем была, чтобы у них был в семье ребенок. Врачи запретили им иметь детей. Сказали, что будут у вас такие осложнения во время родов, что вообще у вас будет там все плохо, вы можете умереть и так далее. Вам лучше не иметь детей. Тоже около двух лет. Мы занимались тоже долго, медленно, шаг за шагом. Это такая долгая, рутинная работа. Но, тем не менее, через два года я нашел уже другого врача. Мы нашли массажиста, мы все работали в одной команде. И в итоге, наплевав на все прошлые запреты, я взял на себе ответственность, и она забеременела. Вот уже год у них ребенок. Все прошло хорошо, у них здоровая семья, люди довольны и счастливы. В данном упражнении мы цепляем ремешок к нижнему блоку на кроссовере. И в упоре руками мы подтягиваем согнутую ногу к животу. У данных упражнений вообще есть разные названия. Да, единого какого-то нету. Ну, вот, например, у Бубновского это упражнение называется дракон. Я не против названий различных. Можно, ну, вот хоть как-то назвать надо. Да, поэтому солнышко, березка, свечка, дракон, ну, можно использовать. Вот, просто нет общепринятого какого-то названия. В данном случае важно, выпрямив ногу, изогнуть спину и добиться небольшого натяжения поясничных мышц спины. Во время движения, вот когда мы начинаем ногу уже подтягивать, сгибать к животу, мы ссутуливаем спину. И в самой верхней точке, вот когда мы уже сгруппировались, да, желательно чуть-чуть спину ссутулить и мышцы живота с выдохом напрячь. И вот так вот мы медленно вытягиваемся в струнку и потом схлопываемся и сокращаем мышцы. Иногда вижу в реабилитационных центрах заставляют делать весьма быстро. Вот у них такие все движения резкие, отточены, раз, и что-то вот начинают резко, раз, 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 раз делать. Я считаю, что движения все-таки должны быть относительно плавными. Да, мы ускоряемся в активной фазе, но все равно делаем это плавно. Поэтому чуть-чуть более медленно, акцентированно, замедляемся, ускоряемся, но все происходит отточенно и плавно. В данном упражнении выполняется три подхода, каждый ногой на 20 повторений. И третий пример. Девочка, 25 лет. Она жила в другом городе, на пятом этаже. И однажды в дом ворвались воры. И она была дома одна. Ее выбросили с пятого этажа. Она упала не на асфальт, если бы она упала на асфальт, наверное, все бы закончилось. Она упала на траву. Но все равно, вы представьте, упасть на траву с высоты пятого этажа. Там был очень серьезный компрессионный перелом звоночника. Несколько операций, очень сложных и тяжелых. Естественно, была пластика. Два искусственных позвонка установили. Вот можете представить, да, все-таки через что она прошла и что она испытала. И тоже ей говорили, что вы, наверное, не будете ходить, что у вас там все плохо. Очень были серьезные, естественно, болевые ощущения. Очень ей было тяжело. Но тоже стиснуло зубы и пришла в фитнес-клуб. Тоже начали заниматься. И тоже процесс был очень непростой. И даже обычные упражнения, самые вообще простые, давались с очень серьезными болевыми симптомами. Вы можете представить, мы делаем обычные разгибания ног, сидя. Спокойная атмосфера тренажерного зала. И хрупкая девочка сидит и плачет от боли. И неоднократно я говорил, что давай остановимся. Вот, давай на сегодня закончим. Она говорила, нет, мы продолжаем. И вот эти разгибания с одной плиткой на 15 раз. И с пятого же повтора начинаются такие сильные боли, что она плакала от боли. Вот она делает еще 10 раз, и слезы текут из-за того, что ей больно. Но она заканчивала, и мы шли дальше и делали следующее упражнение. Это вообще к вопросу о человеческой лене многих людей, которые сидят на диване, лопают всякие вкусняшки и жалуются на то, что спорт им, видите ли, не помогает. В данном упражнении мы используем тренажер для гиперэкстензии. Стараемся добиться в нижней точке растягивания мышц спины. Но в верхней точке у нас сокращение минимальное. Мы используем сознательно частичную амплитуду. Не выпрямляться до вертикали. Часто в методических пособиях, я вижу, выпрямиться до того момента, как туловище будет вертикально. И это ведет к сдавливанию межпозвонковых дисков. Поэтому нужно выпрямиться не более того момента, когда ноги и туловище будут в одну линию. Может быть, даже и меньше этого. Всего лишь небольшое сокращение мышц спины. Этого достаточно для их работы в данном упражнении. Мы сознательно берем отягощение не в руках, сжимаем диск, а берем именно блочное устройство. Так будут лучше мышцы растягиваться в нижней точке. А сокращение должно быть здесь минимальным. Не стараться выпрямиться максимально вверх. Выполняется три подхода на 15 повторений. Следующее упражнение – это обратные гиперэкстензии с использованием швейцарского мяча или фитбола. Зафиксировались животом на мяче, держимся руками крепко за неподвижную опору и стараемся оторвать ноги от пола. Ноги мы держим узко и отрываем их невысоко, сантиметров 10 или 20, не больше. И в верхней точке тоже будет сокращение мышц спины. Медленно вниз и чуть быстрее с выдохом вверх. Так выполняется три подхода на 15 раз. Следующее упражнение выполняется с использованием так называемой полусферы боссу. Нам здесь важно балансировать. Выполнять упражнение. То есть даже не так важно, какое именно это будет упражнение для верхней части тела. Это могут быть махи, либо сгибания рук. Нам важно, чтобы мы при этом неподвижно стояли на полусфере. И мышцы спины, стабилизаторы, будут вынуждены включаться в работу и помогать нам для того, чтобы балансировать. Стоять неподвижно и не падать вообще влево, вправо, назад или вперед. И вот мы должны в течение полуминуты выполнять движения, да, в идеале сохраняя равновесие на этой полусфере. После выполнения всех упражнений на спину нам желательно выполнить от двух до четырех сетов на мышцы живота. Выполнять их обязательно зафиксированной спиной. Или мы выполняем упражнение лежа на полу, или в вертикальном устройстве с упором локтями и спиной. То есть в данном случае скамья для пресса нам не подходит. Да, спина здесь у нас не зафиксирована, двигается вверх-вниз, но находится в таком свободном состоянии. Упражнения на пресс обязательно для вас нужны. Там, где спина зафиксирована. Либо лежа на полу скручивание, либо подъемы ног из вертикального положения с упором локтями и спиной. И в завершении всего нашего комплекса упражнений у нас вис на турнике. Около одной минуты. Если можете, висите сами, без дополнительной помощи. Если руки срываются, используем специальные лямочки. Фиксируем руки на турнике и просто расслабились и висим. Около минуты. В завершении хочу сказать несколько слов людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Либо прикованы к постели, либо к инвалидному креслу. После того, как ваш пройдет первый шок от этой ситуации, не сдавайтесь. Не раскисайте. Не уходите в алкоголь. Начинайте двигаться. Если вы не будете двигаться, вы пропадете и сгинете. Старайтесь хоть какие-либо движения совершать. На постелях. Хоть как-то двигать немножечко. Руками, ногами, кончиками пальцев. Хоть на сантиметр. Сползайте на пол и начинайте делать самые элементарные движения. Отжимания, подъемы туловища на сантиметр. Делайте что-нибудь. Движение – это жизнь. Если вы не будете двигаться, вы погибнете. Очень много есть примеров, когда люди оказывались в сложнейших жизненных ситуациях и потом вставали на ноги. И потом у них было все хорошо. Всегда так вышло, что нам высшие силы посылают испытания. А у великих людей всегда великие испытания. Двигайтесь. Это залог вашего успеха и вашего будущего. У меня есть один из подписчиков в городе Иваново – Александр. Так получилось, что он лишился обеих ног. И на несколько лет он ушел в алкогольную зависимость. Он спился и думал, что все, жизнь его закончена. Но в какой-то момент он нашел себе силы взять и переломить ситуацию. Он завязался алкоголем и курением, начал правильно питаться, начал заниматься гантелями, гирями, стал следить за спортивными мероприятиями. Он организовал сообщество в интернете, нашлись единомышленники. И теперь они собираются. Теперь у них баскетбол, настольный теннис, у них бильярд, у них соревнования по гирям и гантелям. У них какая-то деятельность. То есть они что-то делают и сами для себя, и помогают другим людям. Он нашел стержень, он нашел опору и дальше он идет по жизни. И даже помогает своим детям. И сейчас, на данный момент, у него скоро будет Паралимпиада. Да, человек серьезно, совершенно профессионально готовится к соревнованиям, отстаивать честь России на Олимпиаде. Это очень серьезно и очень круто. Вот, имейте в виду, что все в ваших руках. Никто за вас не сделает, никто не поможет. Но у нас вообще потенциал в нашем организме заложен огромный. И бы в состоянии взять и переломить свою жизнь. Что ж, друзья, на этом на сегодня все. Не слушайте никого, кто вам будет говорить, что у вас все плохо, что у вас ничего не получится и так далее. Все в ваших руках и все зависит именно от вас. Занимайте спортом и будьте здоровы. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Мышцы РФ. У нас всегда будет для вас что-то интересное. А если вам нравится мое творчество, то подписывайтесь на мой авторский канал на Ютьюбе Югофит. С вами был Сергей Югай и до новых встреч. Спонсор выпуска – компания окфит.ру